ну что друзья здравствуйте удивительно но факт четыре или даже пять месяцев шли мы к тому чтобы начать стримить грандиознейший самый главный турнир который касается не только доты который касается и нашей студии в частности это студия игрокам тв микрофона или проще уже сказать с микрофоном друг все это при поддержке team empire а наша относительно скромная студия но мы постарались мы постарались сделать трансляции более качественными отнестись к самому делу более ответственно и собственно вот так я выгляжу вот такое друг надеюсь быть другом гораздо большему количеству чем это было до того что нас по сути сегодня ожидает сегодня у нас матчи wildcard сегодня игры команды вега squadron одна игра первая будет против коллектива cd коллектива который занял второе место на китайских отборах а вторая пара это уже собственно борьба за то чтобы выйти я думаю что скорее всего на вегу выйти в финал венеров в общем то у нас первый этап будет две команды cdc против вега squadron а там командарх он играет против mvp феникс победители этих пар встречаются в финале венеров тот кто выигрывает финал венеров отправляется сразу же в групповой этап тот кто финал венеров проигрывает падает на победителя финала лузеров собственно очень простая схема схема привычная для всех по вопросам кто вообще смыслит у нас в доте и в общем то два места эти будут разыграны вот уже сегодня станет ясно кто займет почетные места как минимум 15 16 в основной части интернешнл касательно того что ожидает нас в ближайшие с 26 числа то есть сегодняшнего дня по 31 июля будет сыграно групповая часть будет сыграна групповая часть которая состоит общее количество команд состоит из вас из двух групп в каждой группе по восемь коллективов они все будут биться все будут между собой сражаться и решать кто же выходит у нас в сетку венеров и кто у нас выходит в сетку лузеров в сетку венеров из каждой восьмерки команд выходит по четыре коллектива соответственно это первое тире четвертое место там уже будет плей-офф который начнется с 3 по 8 все что вы видели все что вы знаете все что анонсировано было на всех ресурсах то есть интернешнл оега с 3 по 8 это все уже вопрос плей-оффа до этого плей-оффа будет не менее кровавая рубка все это будет на групповой стадии я думаю что коллективы все тем более что если учесть что сразу три снг коллектива вышла у нас в основной этап интернешнл а поэтому матчей скучных не будет сто процентов мы составляли сетку мы это конечно же я составлял сетку где-то из 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 сейчас скажу вам точно у нас сегодня три матча будет и следующий дни у нас будет по 5 best of 2 ежедневно и вот из получается из 50 матчей или 50 или 45 матчей таких мало-мальски интересных ну наверное 23 это я бы сказал что есть там на что на самом деле посмотреть ну мне сетку было интересно составлять потому что еще раз говорю коллективов снг дофигища там empire естественно empire мы берем все матчи потому что это как бы вы можете видеть да все понятно при партнерстве при сотрудничестве с team empire естественно матчи empire мы ни в коем случае пропускать не будем постараемся захватить vp хотя бы вкратце показать и конечно же покажем navi тоже если в принципе ссылка на наш сайт вы можете найти ее прямо под трансляцией на твиче если спуститесь вниз и клацнете там вы увидите расписание если вдруг точнее когда вдруг команда vegasquadron присоединится к основным 16 командам и попадет в групповой этап я уверен что каких-нибудь китайцев к чертовой бабушке мы снесем и vegasquadron в общее расписание матчей и трансляций вставим это касательно того что нас ждет на ближайшие пять дней дальше с 3 по 8 там уже будут плей-офф части там будет о чем поговорить там немножко подольше все это будет все будет прилично так затянуто в принципе интересно будет смотреть не меньше ну плюс то растянется на больший промежуток времени по поводу того что нас ждет в вопросе физического состояния тут конечно ситуация немножко посложнее лично для меня вот это первый такой опыт опыт серьезного долгого марафона из комментаторства который начнется вот сегодня и закончится хрен знает когда аж 8 числа ночи бессонные мне обеспечены сто процентов если у вас есть желание присоединяйтесь я буду транслировать получается все возможные матчи все что позволит компания валвы продемонстрирует заставит продемонстрировать команды все это будет транслировано такого чтоб я посреди стрима упал где-то там без сознания ну максимум минуты на две на три ну опять же реаниматоры будут если что восстановимся то есть если хотите смотреть international если планируете посмотреть весь взяли отпуск там уехали от бабушки из деревни назад там до школы вам еще тысячу лет вообще готовится не надо то в принципе можете подписываться на наш канал с удовольствием будем вещать для вас то есть ничего вы самого интересного точно не пропустите если вдруг какие-то мало-мальские матчи не буду вашему характеру посмотрите может мы может у нас и вкус неплохой может мы нормально все в принципе выбрали теперь по поводу того собственно что вы видите сзади по поводу моего бэкграунда пару слов для тех кто не в курсе что вообще происходит что это за хмырь у вас в эфире сидит что собственно творится меня зовут друг я комментатор соответственно я представляю студию игрокам тв она у нас ну вот вот она у нас студия игрокам тв дальше у нас есть team empire это команда которая начала сотрудничество с нами которая в принципе в принципе с удовольствием подошла к этому вопросу мы безусловно тоже откликнулись при великим удовольствием и сотрудничество у нас достаточно тесное матч empire в дальнейшем мы будем стримить комментировать обсуждать анализировать все что можно делать с матчем empire мы будем стараться делать лишь бы им по играли хорошо а мы уже со своей стороны обещаем честный и я думаю яркий интересный комментарий остальные логотипы это все pinnacle кстати сайт отличных коэффициентов на ставке ссылочку немножко попозже я в чат вам подброшу это собственно главный партнер team empire который представляет предоставляет отличные коэффициенты на сайт и он добавил киберспорт в один из своих разделов и на этот на киберспортивные события в частности на доту и тем более на интернешнл ставки там коэффициенты очень таки заманчивы сам ставил сам выигрывал тут такое хотите не хотите ваше дело ссылка будет предоставлена посмотрите ну и конечно же logitech кто же еще да конечно logitech главный спонсор один из главных спонсоров team empire это собственно почему у меня такой задник что там за мной находится теперь по поводу сегодняшнего матча вега начинает играть против команды цедек все это по плану в 1900 1900 по киеву по москве после этого вега опять же выходит в дальнейший этап и мы переключимся на второй матч у данного коллектива играется матч в формате best of 3 поэтому победитель пары цедек и вега выходит финал венеров там тоже в формате best of 3 они будут сражаться это мы все с вами сегодня увидим но сейчас я прочекаю что у нас там по трансляции посмотрю как вообще все это смотрится в чат хоть не заходи да я смотрю у нас легкая наркомания ну это это было понятно это было понятно в принципе до матч остается то две-три минуты сейчас уже будем разбираться с самим самой встречи этой конкретно вайл карты я думаю что многие топят за вегу это было бы как бы разумно топить за вегу я безусловно буду топить за вегу я комментировал матчи вега с квадром по моему два или три раза и все время вега встречалась с оппонентами против которых ну нельзя так нет точнее топить против которых я не имел возможности там были нави там если не ошибаюсь империи был какой-то матч то есть вега у меня в голове все время как аутсайдеры были здесь же опять с детства за вегу тут упали ну за кого мне болеть за китайцев за китайцев пусть все китайцы болеют это как бы классическая схема поэтому топить будем безусловно за вегу у нас миньоны в чате а тут удалять не удалять смысла вообще никакого до миньона в чате не чистите ребят пожалуйста в принципе сейчас посмотрим что у нас тут по трансляции ну команды подтупливают в принципе опять же я думаю вы прекрасно понимаете что трансляция данная она при поддержке team empire и при сотрудничестве естественно со студии игрокам тв с другом она не на официальном уровне потому как получить официалку от вал вы это надо быть но я думаю вы знаете кем надо быть и сколько надо пробыть в доте ну мы решили честно показать как мы видим вообще стримы как это может быть новые лица по поводу вообще появления в принципе мы сейчас только появились первый раз появились перед камерой первый раз вышли в студию я знаю прекрасно как сложно воспринимать нашему снг комьюнити новые лица собственно я прекрасно знаю сколько всего вы лица я уже вижу что у нас происходит в чате в чате просто происходит но абсолютная садами я как бы по этому поводу не переживайте и не патьтесь в общем то если на неадеквате ну полнейший в чате вы напали то в принципе что еще могло бы быть как еще иначе могли развиваться события то есть примерно понятно чем будут поливать примерно понятно что с родственниками будет что будет там с самим комментатором что вы думаете и во стримах это все в принципе понятно в чате писать это не обязательно но раз уж написали и вас забанили в общем-то ну не обижайтесь по этому поводу опять же модерата я следить за всем этот именно но не могу модератор и получили команды если будет адская неадекватно будете забанены если будет все в принципе в нормах каких-то и в каких-то рамках нормальных абсолютно на нормального общения то естественно за какие-то маты даже если это будет в сторону игроков или в сторону допустим там гейба не жила пожалуйста пожалуйста просто сильно не жгите и сильно не выносите вперед ногами комментатором уже вынесет ну что-то затягивает 1903 у вас уже еще начала нет я кстати я боюсь до спрашивать по поводу по поводу задавания своих вопросов чате чтобы я мог хотя бы ответить на него наверное не получится да да я попытаюсь выхватить немножко инфу из чата надо наверное закрывать чат для основных так слово мод у нас стоит слоу мод у нас стоит да и и пофиг вообще да ладно рисунки кстати великолепный где велат вот кто-то спрашивает первый первый вообще первые буквы адекватные среди всей ерунды которую я вижу где вела велат все это ли он уехал и сказал мне собственно ничего не сказал то что ни отношений никакого к нему не имею велат уехал все это быть официальным комментатором интернет но это его личное дело игрокам кто ты такой о вот это вот это очень адекватная мысль кто и собственно такой студия игрокам тв которую я представляю появилась у нас у нас у нас у меня появилась с февраля 2015 года с того момента у нас очень серьезная ситуация и очень долгий путь конкретно вот с пиратством пройденный нас банили неоднократно банили за в принципе за попытку выйти на нормальный официальный уровень у нас были приличные цифры за эти приличные цифры нас банили на нас обратила внимание команда empire не просто так опять же теперь вот при поддержке empire мы выходим на официальный уровень и будем в принципе и дальше мозолить глаза кому-то кого-то радовать тот уж как получится сама студия существует уже пять месяцев и по сути за эти пять месяцев были взлеты были падения безусловно без этого вообще никак но больше как-то я смотрю больше как положительные и инфы выливается на нас из в соц сетях выливается на нас в чате если в принципе какая-то неадекватная всплывается то она редко бывает аргументированным сам по себе я являюсь комментатором уже на протяжении по доте комментатора комментирую я год до этого я комментировал спортивные события на телевидении до этого я работал в высшей лиге одного из каналов и региональных и центральных собственно опыт опыт достаточно неплохой в вопросах ведения комментаторства и вопросы доты тоже лет наверное восемь девять играю в доту играю конечно жутком уровне я думаю если историю мою когда-то вы увидели в доте то вообще наверно стрим не заходили но слава богу она не привязывается у нас к матчем трансляциям вот поэтому в принципе роковать я не должен в эфире тут не так-то просто с опытом опять же с какими-то знаниями так сильно роковать как это будет писаться у нас в чате ну вроде как успокоился чат нет да нифига промоталась все вверх куда там вообще успокоился чат забудьте просто забудьте какой спорт именно ты комментировал я баскетбол комментировал высшую лигу по баскетболу и отчасти комментировал футбол высшая лига но это было на конкурсной основе все проходило там этот конкурс выиграть у меня не удалось закрой чат да ну как так то какой у тебя ммр ребята кто болт постоянно пастит в чат это что за велат умер как тебя зовут весь т 2015 зовут меня зовут меня дмитрий никнейм у меня друг комментировать я буду весь 2015 international весь как и весь 2015 год я тоже комментирую в принципе так откуда ты вылез через постель собственно куда я вылез я не по поводу постели клубку куда скажите пожалуйста я вылез просто на канал на твиче ну не думаю что есть такая маленькая и невзрачная постель через которую можно вылезти на канал на твиче я думаю что у вас тоже получилось бы так постель мне приписали уже нормально топ-1 стрим на твиче играться это спасибо да господи я через эти члены вообще пробиться не могу ребята ну что такое вполне адекватный комментатор это да это да дмитрий мейджор будешь комментируем вот кстати это вопрос я думаю что стрим интернешнала покажет будем ли мы комментируем мейджоры ну мы на этот сто процентов нацелены это безусловно не комментируем мейджоры ну так это уже не серьезно согласитесь все таки и времени комментируем много да и я день это дня мало уже не становлюсь и как это перед каким-то взрослением своим не по комментировать мейджор это прям обидно было бы по поводу того дадут ли нам комментировать сами мейджор турнир тут очень много зависит от организаторов если все будет адекватно на интернешнале если мы понравим все публики я думаю что должны по идее понравится то почему бы и не комментировать основные ивенты мы все мейджор турнир тут опять же организаторы должны обратить внимание и если они предложат поверьте я точно не откажусь что же нам делать с чатом это же просто у тебя опыта маловато будет у тебя опыта побольше красавчик ты все это ли сидишь да я сижу все это как ты сможешь один прокомментировать все матчи разве не будут некоторые матчи проводиться одновременно адекватные вопросы я на него сейчас отвечу матчи будут проводиться одновременно но матчи мы будем выбирать уже если уж извините но по своему вкусу матчи которые будем транслировать если матч проходит одновременно там бывает два бывает три матча которые проходят одновременно я уже выбрал матч который для нас в приоритете который мы будем комментировать в приоритете у нас следующий матч я вкратце объясню я Я думаю, что тут по вопросам совместных каких-то вкусов мы с вами сойдемся. В приоритете матча империи 100%. То есть все матчи империи, которые будут на этом интернешнли, будут отстримлены здесь, в этой студии, будут отстримлены мной. Дальнейшие приоритеты это две СНГ-команды Virtus.pro и Nami. Которые по сути для меня какой-то сакральной роли, конечно же, не играют. Но естественно к ним максимально. Максимальное внимание публики. Поэтому мне тоже интересно. Будем 100% Na'Vi и WP по возможности брать всегда. А дальше в приоритете, ну тухлятину абсолютную брать мы не будем. То есть если, конечно, простите меня все фанаты CEDEC. Это многомиллионная армия. Но если выйдет CEDEC и будет там CEDEC барахтаться, допустим, с Erkhanом, с Erkhanом, то брать мы вряд ли будем этот матч. Если там параллельно играет EG против Cloud Dog. В приоритете после СНГ-команд у нас Америка и Европа. Это EG и это Секрет. По Китаю у меня очень много вопросов лично. Ну то есть своих. Я не думаю, что если играет, например, Evil Genius или играет Секрет, а параллельно играет Newbie против IG. То брать матч Newbie IG, забив при этом на Evil Genius, я думаю, это как-то и не очень серьезно. У нас тут шоу тайм. Мы стараемся тут по максимуму наиболее адекватные и интересные матчи взять. Китай, ну он интересен сам по себе. Если он где-то играет в финале против СНГ-команды, тогда, конечно, китайские матчи мы будем брать. Ну так, приоритет Европа, приоритет Америка. Ну и, конечно же, еще раз говорю, СНГ-коллективы. Это вот то, что у нас обязательно. Ну чат, я думаю, скорее всего придется. Чат можно будет и подзакрыть. Ну, это рисунок. Это рисунок, это милаха просто этот парень. Все, чат подуспокоился, да, я смотрю. Или подуспокоили. Ну что, 12 минут уже. 12 минут. Сейчас я посмотрю, где у нас что находится. И в чем дело, почему команды так долго задерживаются. И понеслось. И понеслось ВК. И тысячи сообщений, тысячи людей. Пошло-поехало. 250 заявок в друзья. 757 сообщений. Спасибо. Всех, кстати, по поводу ВК добавления. Всех будет чуть-чуть попозже. Я постараюсь где-то утром все это разгрести. Я думаю, что у нас большое количество народу подтянется за этот интернешнл. Поэтому чуть-чуть попозже разберемся. То есть не переживайте. Я думаю, что отвечу по возможности адекватным. Если там не какая-то ересь написана, то постараюсь по возможности ответить. Кстати, чат для подписчиков включили. 7 тысяч как рукой сняло. Это прекрасно. Я не против. Чат у нас для сабскрайберов. Ну отлично. Отлично. Это все хорошо. Это все хорошо. Ребят, хотите постить вот эту хренотень в чат? Подписывайтесь. Это обязательно. Чат делаем для подписчиков. Потому что это просто сумасшедший дом. И мы чокимся. И кстати, я заметил, подписчики как-то поадекватнее выглядят. И что-то письки постить им не нравится. И все повменяемее совершенно. Поэтому я понимаю, что делаем там и дело правое. Теперь мне становится понятно. Как только выяснилось вообще, что залетные ребята у нас гениталиями забивают чаты. А когда делаешь чат для подписчиков, так там ни одного хрена не появляется. Значит, неплохих людей набрали. Значит, не зря все делал. Ну что, надо хоть как-то найти, что там происходит. Что за задержка? Уже хочется дотки. Уже как-то время пришло. Да, ребят, чат немножко поадекватнее стал. Можете, в общем-то, задавать вопросы. Постараюсь на них ответить. Ты на Инте и да, кто ты такой? Это вопрос ваут сразу. А по поводу шипения. Ребят, тут вопрос. Шипение это я с вами соглашусь. Это есть. Это было на тесте. Ну, так сложилось. Тут дело в петличке. В петличном микрофоне, который я использую. Где-то какие-то помехи он выдает, потому как немножечко непрофессиональный. Чуть-чуть. Чуть-чуть попозже обновим аппаратуру. Будет все поинтереснее. Ну, когда я буду в доте орать, в принципе, шипений вы не услышите. Я вам, собственно, не позволю это сделать. Да, задавайте пока свои вопросы в чат. Ну, и в принципе, я сейчас разберу, что там за задержка, где это все, куда это все делось. Ну, задержка. Пока я вижу, нигде еще матч этот не начался. Видимо, там свои какие-то мероприятия происходят. На основном официальном канале тоже висит просто заставка. Ничего абсолютно интересного. А где люди? Где люди на официальном канале? Что произошло? Отвалились и отвалились. И такое бывает, кто-то должен был с ними поговорить по-взрослому. Ну, что, постараюсь поговорить с чатом. Ребят, постарайтесь немножечко поадекватнее вести себя в вопросах чата, чтобы хотя бы я не против, в общем-то, я не против того, чтобы вы этот срач устраивали в чате. Но, знаете, единственное, что я не смогу вопросы какие-то прочитать и дать на них ответы. Но что люди, которые... Людик, почему мне члены ВЛС шлют? Я не знаю, чувак. Я не знаю. Люди, которые задают вопросы и жаждут на них ответы. Возможно, эти ответы интересны и вам. Было бы послушать. Постарайтесь немножечко вот это вот, ну, собственно, этот членомарафон немножко приостановить. Ну, как мы... Мы просто с вами из адекватного общения скатываемся в... Ну, вы поняли. Ну, вижу, что нигде еще трансляции не имеется на данный момент. Ничего еще по матчам не запущено. Может, музни какой навалим, я не знаю. Я уже, в принципе, все рассказал. Или не все. Да, сейчас еще кое-что расскажу. Ну, вот, собственно, ссылка. Ссылка нашего основного партнера на Pingle Sports сайт. Понаблюдайте, зайдите, перейдите. Коэффициенты очень даже адекватные там выходят. Вега, кстати, вот как для меня, вега фаворит. Потому что вега последние матчи на квалификациях прямо-таки, скажем, жгла. Если бы не Na'Vi, то, гляди, и первые могли бы стать. С Якарями разобрались. С Нипами и прочими, прочими, прочими тоже смогли разобраться. Вот. Поэтому сейчас вега против Цедеку, мне кажется, может быть достаточно быстрым матчем. Не хотелось бы ничего предвосхищать. Какие-то там давать свои, ну, какие-то прогнозы на дальнейшие события с вегой. То есть, что они там топ-7 на интернешнл. Нет, ничего такого. Но выйти из wildcard они 100%, 100% должны. Это, я думаю, тут бабки не ходи. Второе, первое, второе место заработать на wildcard. Ну, вега обязаны просто. По составу все, я думаю, в порядке. С Соловы знакомы, скорее всего. И что там Паша, и что там Сема делает, и как там на миде все происходит. Я думаю, вы в курсе. Я думаю, что вы, в принципе, тоже ничего другого от веги, кроме как победы в данном матче не ожидаете. ЦД, конечно, сильный соперник, но так, чтобы наказать вегу, которая явно на кураже, по идее, не должно этого быть. Ну, это мне кажется. По поводу веги, сейчас я вам немножечко по статистике заряжу такую историю. Ну, как с этим количеством сообщений в чате, что-то там можно понять. Понятно. Ну, у меня, опять же, у меня все ЛС в первичных половых признаках. Это все, это понятно, это понятно, надо, надо закрывать. Все, но чуть-чуть, чуть-чуть попозже. Все, мы не можем получать личные сообщения больше. Так, одну секундочку, я вам по статье расскажу, что так. Кстати, Ваня, где ты? Так вот, собственно, по статистике, которая две ближайшие, ближайшие играющие команды, которые имеют. А Вега Сквадрон сыграла на данный момент 254 матча. Это от, получается, от прошлого интернешнала. И имеет винрейдж 62,2%. 158 побед в 254 матчах. Это, знаете ли, круто. ГПМ средний под 2000-1940. И экспириенс по минуту 2000 тоже показатели неплохие. С китайцами можно соперничать. У китайцев там похуже дела. Ну, мне говорят, что 10 минут у нас до начала матча. Ну, отлично. Подождем. По любимым героям команда Вега Сквадрон. Венжи Фулл Спирит, когда она была еще в супер-пупер популярной мете. 51 матча, 58,8 винрейт. То есть, дофигища. Вич Доктор 43 матча тоже раньше был в мете. Сейчас нет. Клокверк. Непонятно, когда он вообще был в мете. Ну, был. 42 матча, 71% винрейт. Кстати, по-моему, топовый. Да, топовый винрейт на Аклоке. Даза Уквинов, Пейнт, Скайрос, Мак, Дизраптор и Леон. В общем-то, мета команды Вега Сквадрон больше касается саппортов. Тут редко кто появляется. Ну, Квапа, ну, Квапа прям вообще такая подруга, что не брать ее было бы просто странно. В принципе, по игрокам я вам потом расскажу статистику в начале матча. Что касается ЦДек. ЦДек сыграли 330 матчей. Винрейт у них 59%. 195 побед они одержали. Показатель немножко хуже, чем у Веги. Ну, и матчей больше, чем у Вега Сквадрон сыграны. Любимые, 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 любимые герои команды ЦДек. У нас Скайрос Мак, 64 матча, 61% винрейта. Рубик, 63 матча, 52,5% винрейт. Брюмастер, Шейкер, Леон, Эншент Оперейшн. Кстати, прям вообще олдскул. Фейслес Войт и Квинов Пейн. Вот такая вот история. Больше, лучше играли за Дайер. 194, по-моему, матча сыграно. Да, 194 матча сыграно. Винрейт 60,5%. Ну, и по поводу команды Вега Сквадрон. За Дайер сыграно 132. И 63,5. У ЦДека 60,5. Короче говоря, Вега Сквадрон по всем показателям круче. По всем, что протестим, узнаем, что там у нас. Да, ребят, если в чат хотите писать, подписывайтесь и пишите в чат. Потому что, ну, то есть такой адский неадекват, который происходит в чате, естественно, нам не на руку. Мы просто обычный нормальный разговор в саное говнище превращаем. Это нам ни к чему. Да и вам это, в принципе, ни к чему. То есть деградировать, это, конечно, полезно, но фиг знает. Не для того, чтобы мы все это запускали, чтобы в вашей деградации вам немножко помочь. Поэтому постарайтесь вести себя более-менее адекватно. И подписывайтесь. Тогда пишите в чат без каких-либо проблем. Потому что просто залетных 35 тысяч сумасшедших людей вроде и круто, а с другой стороны не очень круто. Целевая аудитория стала попахивать. Так что подписывайтесь. Во-первых, кстати, подписки и прочее, прочее, прочее невероятно важны для нас. Как только вы подпишетесь, как только вы добавитесь к нам, у нас вот с каждым разом больше, 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 больше и больше шансов на то, чтобы выходить на менеджеры на официальных правах. Чем больше у нас цифры на Твиче, чем лучше мы выглядим, чем лучше мы ведем трансляции, Чем больше людей нас любит, уважает, ценит, понимает или наоборот хейтит, но в любом случае говорит о нас, тем больше у нас шансов появиться на менеджерах. А нам это надо как воздух. В принципе, для этого все и затеивалось. Конечно, все и для фана затеивалось, и для каких-то других там плюшек. Но, естественно, добиться главного турнира, какого-то главного на текущий момент времени турнира и выйти на официальный уровень, на официальную трансляцию, это основная цель для нас. Дима, чекни свою стену в ВК. Я вам хочу сказать, что чекнуть свою стену в ВК, когда у меня открытых, не открытых, а возможно открытых 177 диалогов, в друзья добавленных 600 человек, я чекну свою стену в ВК просто на всякий случай. Лучше мне с памяти, чем ему. Окей, да, так стена просто сумасшедшая стала. Я не отмойдусь, понимаете, после такого налета просто хочется пойти в душ и мыться, 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 обняв колени и поливая слезами свои колени. Ой, жесть, ой, жесть. Я, в принципе, это неплохо. Отклики есть, да, и то хорошо. Ну что, ребят, кто там в чате еще из адекватных остался, задавайте вопросы. Давайте задавайте вопросы, какое-то мне хотя бы, какое-то направление давайте, чтобы я знал, что сейчас интересует, на что мне ответить. М-м-м-м. что думаешь о шансах снг найти шансы как никогда высокие на интернешнале под номером пять у команд empire у navi и у virtus pro шансы просто потрясающие я считаю таких шансов вообще за всю карьеру людям не выпадает потому как во первых команды на хорошем уровне команды могут играть они до продемонстрировали те которые не могли изначально играть и которым например не дали прямое приглашение те же navi продемонстрировали это добились вышли и показали что они на плотненьком ходу на плотнейших они могут играть сейчас и соревноваться с китайцами в нынешнем состоянии можно сто процентов да там есть два просто громнейшие две огромнейшие глыбы которые легко так в принципе не свернуть это егэ это team secret я думаю с этим спорить никто не будет но знаете ли допустим егэ и допустим team secret делят между собой два первых места я посмотрел на призовые я посмотрел на вообще ажиотаж вокруг интернешнала стать топ-3 стать топ-3 на интернешнале под номером 5 призовыми в 17 миллионов долларов это по моему очень крутое достижение поэтому шансы есть шансы есть хотя бы в тройку попасть одной из снг команд это было бы великолепно я тут на navi не ставлю в принципе navi сильный коллектив конечно ну как по мне navi немножко себя изжили по поводу империи гораздо больше я считаю шансов потому как коллектив сформировался ну не так уж и недавно коллектив укомплектованный плотненький плюс коллектив показывает хорошую игру уже наверное месяца 34 то есть это join.mlg pro league это major old stars это марс тв короче везде засветились где могли кажется что и у империи из снг коллективов а шансы максимальные то что там империя в есть портале подслилась в п кто с кем не бывает кто не подслился бы свп в гранд финале тем более империя первые два матча нормально так тащила могла бы и выиграть 3 додавить не додавила понесли их назад и вынесли но это опять же это не суть как важно потому что на пороге я как как лкаш сижу рассказывал со стаканом водки конечно же на пороге был international 17 миллионами призовых поэтому готовиться надо было к нему и 50 тысяч долларов которые были на из портале ну действительно не суть как важно я кстати видел короче говоря шансовы снг коллективов по моему очень крутые потому что потому что в принципе все все складывается очень успешно для снг о чат открыли понеслось иди сюда хорош красавчики все чат пока пусть немножко неадекватные польют пускай 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 потом опять под прикроем слегка а так вот по поводу шансов снг коллективов я думаю что если еще и вега подойдет к уже сформировавшийся тройки четвертым то оторвать хорошие места для снг можно конечно каждая команда это отдельная команда нет это же не так что поехала например империя и пополнила приехала всем привезла там по 1000 долларов всем болельщикам пополнила бюджет или там пополнила бюджет страны и там поехали navi и пополнили бюджет своей страны нет это не такая история то есть конечно каждая команда по отдельности это разные абсолютно организм то есть если ты болеешь за empire а выиграет в эту импайру от этого совсем не легче или если выиграет например navi а ты болеешь за в virtus pro то фанат на virtus pro тоже будет не легче конечно все топят за снг коллективы но есть же как бы одна своя какая-то команда единственная нет нет я думаю ну кто-то из снг в топ-3 топ-4 должен протиснуться это мое мнение суммейл как по-твоему играет суммейл по-моему играет так что у меня слезы на глаза наворачиваются смейл играет я считаю потрясающе абсолютно новое слово в доте абсолютно новое слово это знаете все двумя двумя словами можно это описать суммейл без печали просто он врывается всюду он участвует в любом файте любой неадекватный абсолютно замес суммейл в центре потеряла эгу вокруг тебя три да никуда я не собираюсь я буду здесь я буду воевать повоевал заданаялся улетел вернулся через две секунды опять начинает надирать зады суммейл играет потрясающе я думаю что это совершенно новое слово в доте и вся дота примерно к этому движется если побольше будет таких игроков то мы с вами такой шоу-тайм получим что охренеть можно будет и я даже реальные виды спорта вряд ли будут выигрышно смотреться на фоне такой вот доты так что всем вполне может быть нормально дима привет как ты считаешь кто за вините опять по приоритету от первого пятого места спасибо ну ну тут надо выпить я думаю что по поводу первого пятого места точно не скажу конечно хотелось бы до чтобы это empire navi vp vega это ну вряд ли меня кто-то адекватным назвал я думаю что огромный шанс у команды evil genius прям вообще огромнейшие они у них были огромные на прошлом интернешнале а теперь они еще усиление получили такой потрясающий здоровенный шанс у команды secret как ни крути я понимаю что это вроде как мейнстрим уже думать так но это по моему адекватные вещи секреты повыигрывали дохрена егэпо выигрывали дохрена первые два места я конечно по честному поделил бы между ними из снг коллективов считаю что в принципе в топе в топе в топе находится team empire это мое мнение по уровню игры чуть чуть дальше идет в.п. немного отставая но в принципе практически на таком же уровне и потом уже идут navi navi очень нестабильный да классные яркие все их любим но нестабильный ничего с этим не сделаешь а там когда начнется рубилова за кровавейшие деньги за там миллионы миллионов долларов в принципе может и в принципе может navi и соберутся но это тоже не факт я бы не ставил мне кажется что какая-то прерогатива чемпионов это стабильность если можешь постоянно делать хорошо одно и то же дело и будет тебе будет тебе счастье если не получается то нет нет важный какой-то момент я думаю что состав navi даст осечку но по поводу веги ничего не буду говорить я думаю что вега вряд ли куда-то выйдет выше 12 место но это тоже будет круто там просто за участие дают 50 кусков знаете я бы слетал я бы поучаствовал чуть-чуть в пятером там в шестером неважно так по поводу теперь да с 1 по 5 я так много говорю первое второе место не знаю в каком порядке думаю секрет и его джиниус на третье место вы уж извините но я бы поставил она 4 5 там никуда не делись айджи никуда не делся чуань чуань по-прежнему по-прежнему хороший игрок чуань в общем-то с адекватной командой я думаю что и джи могли бы попасть четверку или в пятерку ну и туда еще одной командой ну наверно колода могли бы залететь точно думаю что может быть залетели бы клауда ну что задержка просто громаднейшая уже по времени тут прям прям жесть как много вспомните ти ай 4 где имперцы считай с группы не вышли я помню прекрасно помню да не империя была не а лен империя топ-8 тире 16 ну посмотрим ставимся в подписчиках как думаешь какой состав navi был лучшим не очень сильно нравился состав navi 2 интернешнала просто потрясающе нравился и вообще-то не знаю почему мне импонирует невероятно смайл и как игрок да и вообще как личность все его какие-то адекватные все его ответы всего появления где-то там прессе доты очень даже адекватно я думаю в игре он вполне адекватен плюс скилл у него достаточно на уровне было так что состав скорее всего 2 интернет там где пупи и кура был тоже классная штука но 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 меня немножко там фаник смущал но это уже такое это мои личные предрассудки ну что еще нету нету и что по поводу lgd скажешь я не думаю что кся уайт в этом составе зажжет хотя и хрен знает я не думал что кся уайт в том составе зажжет это как-то раз и он появился просто раз и он выскочил да он крутой чувак ну он закончил чуть-чуть лучше чем империя в групповой стадии империя закончила по моему 5 на 5 или 6 игр выиграла империя до 6 игр они выиграли и 9 проиграли и у тех ребят из ньюби по моему 7 на 8 был счет то есть они всего лишь там миллиметр какой-то перешагнули и в отличие от империи вышли в дальнейшую стадию но кто знал что эта команда возьмет да и бахнет и заберет 5 лямов и кся уайт будет невероятно богат кто знал потому что показывали игру просто ни к чём нишу на ранних стадиях я думаю никто с тем спорить не станет а что сейчас говорить по поводу по поводу lgd непонятно по моему кся у это такая русская рулетка стрельнет не стрельнет не думаю что заранее можно давать какие-то большие шансы но не знаю дима как считаешь кто станет mvp в этом сезоне я не знаю мне как-то сразу пупей на ум пришел пупей жарит как ни крути по-прежнему просто отжигает и секреты новую абсолютно жизни этому игроку далее не знаю возможно пупей а возможно и не могу сказать очень много звезд появилось конкретно звезд интернета звезд доты там тот же сумаил тот же артизи уже конечно престарелый после прошлого года но да давно уже отгремела какая-то слова артизи все эти ту изи фортизи давно это все было но тоже является звездой то есть и и звездой не просто так является потому что полезен команде я думаю сумаил может стать я думаю чтобы пупей может стать думаю что артизи мог бы быть а думаю что resolution внимание кстати немало к нему привлечено очень таки полезно мне до ужаса просто нравится что делает aloha dance прям вообще это совсем тоже другая история так что я не знаю сказать кто будет mvp вообще вариантов мизер тут просто на победу шансов мне кажется ну как минимум у команд 56 есть таких хороших плотных у двух команд есть прям вообще офигенные шансы а у трех четырех команд есть вот ну крутейшие шансы которые вот между ними вот здесь допустим у нас егэ находятся вот два егэ и секрет в любом порядке как вам удобно дальше люди четыре команды там not который я назвал думаю что empire там клауда кто-то еще короче я забыл уже а вот между вот этими четырьмя командами и вниз там громаднейшая пропасть поэтому для главной не заскриньте что еще сделаю дальше конечно громадная пропасть поэтому такой тут мне кажется что очень ярко но очень сильно выделяется команд 5-6 100 процентов которые на уровень выше чем придут другие соперники что думаешь эфире и знаешь вообще стараюсь не думать эфире как-то это не мое думать эфире отошел на 15 минут зрителей из 37 к стала 8 как как ну как в обычно обычно включился ребят вот тоже в принципе думаю должны понимать есть ведь официальный официальный канал официальная трансляция конечно там поддержка больше там вал в этом прочее прочее ерунда то сам генюл помогает чувакам качество там будет народ туда и перетек ну восьмерка осталось и отлично придут новые никто с ними ругаться не станет и конечно же оставайтесь но я смотрю там уже кстати шевели не произошли уже там по игрокам что-то разбираются но и вал вы постарались по заставочкам я так понимаю у нас ожидается в ближайшее время уже начало совсем немножко осталось дом старта игры так что в общем-то ожидаю что думаешь про team secret я думаю что я хотел бы там поиграть team secret да что тут сказать то ну же есть вообще не команда просто жестяк полнейший очень крутой коллектив с очень скилловыми ребятами опыт просто запредельный малых набрали которые там жарят но тот же артизит ну как малых то зай ну то есть какие-то игроки которые свежие относительно несут новое видение доты да team secret просто бомба и в чем какая-то незамедленного действия все время взрывающие team secret очень неприятный соперник поэтому поэтому team secret короче сложны сложны для того чтобы их переиграть хочу тебя дима видеть на ti 5 в комментаторах так ты меня видишь я на ti 5 в комментаторах просто не сижу там среди но это так это еще вопрос точнее вопрос времени может и придется посидеть посмотрим ты кто хороший вопрос на который я отвечать не буду причем из принципа а там конечно в чате происходит просто трешак все неадекваты перри перекатились на вот этот 5 тайный стрим и там конечно от происходит ну тем легче в принципе так про navi спрашивали уже про navi спрашивали уже мне кажется что из квалификации они вышли чуть ли не чудом и судя потому что говорят игроки в интервью после того особо не тренировались веришь в них по поводу не тренировались я думаю что это во первых чушь во вторых чушь и в третьих я думаю что это чушь не тренироваться когда на кону стоят миллионы долларов ну это же бред да полный бред это полный бред тренировались они сто процентов да и выглядели они очень даже прилично на квалификациях там вы помните сколько они нормальных таких европейских задов по надирали navi по моему на хорошем ходу возможно вот за последние года полтора лучшим своем проявлением не так кажется если артстайла все-таки как-то он вклинился в эту систему уже загостеневшую будет просто великолепно так просто нелепо произошло что артстайл который в общем-то у истоков взлета navi стоял вынужден был в navi еще как-то вписываться ну понятное дело где ты был четыре года как 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 тут не вписываться то что это папа моряк живет на морях что приехал через четыре года давай участвовать заново в команде понятное дело что при сложно было ему вписаться да и команда под него вынуждена была подстроиться и он соответственно подстроиться под команду но время то уже прошло и в таком составе navi мне кажется очень опасно очень опасно так еще вопросы есть ли инфу по старту игры пока что нет инфы ну вот-вот уже самом деле вот-вот какой модный рубах обезьянные складочки маловский респектуля отлетела как думаешь кто поведет победит мвп или архон вообще не знаю это темный лес абсолютно может архон может мвп может архон может мвп я не знаю может архон не знаю по этому поводу ничего не знаю что думаешь идут а два ребор не буду на этот вопрос отвечать он ничего по этому поводу не думаю это практически не касается вопрос navi топ на видове ребят у нас сейчас вебок какие на ли вообще о спамеры ушли вернулась ламповость согласен почему империя с несом не говорят я не очень понял вопрос не знаю почему с ним не говорят может обижены потому что ты гонишь на navi это я так понимаю не ко мне наверно вопрос на navi я не гнал никогда что долго еще или нет уже как-то доту интересно посмотреть а тут все задержки все задержки я не знаю терок нс нс сильно обидится если соло выиграет 17 миллионов да вряд ли я не знаю что там по этому поводу но и на свое уже отыграл чё обижаться уже все закончилось для него сейчас продолжается еще затуп ничего интересного не происходит матч мы кстати с вами уже час сидим в эфире это прям жесть ребят правда подбрасывайте свои вопросы в час чтобы я знал о чем рассказывать у нас целый час по сути происходит общение но ну а да кстати вопросы есть в к большом количестве но давайте смотреть просто помню привет брать привет братишка расскажи о своей карьере как достиг такого как можно нам с низов подниматься вопрос к тебе просто ты ведь поднялся а ну давайте расскажу если ты еще здесь дорогой друг это вопрос у нас от владимира тимофеевича по сути поднялся куда поднялся я поднялся до вопроса просто выхода с камерой в свет это несложно это это в принципе возможно по поводу того чтобы заметила тебя серьезно организация да тут конечно надо либо умение имеет либо хорошенько стараться лучше конечно два эти две эти вещи совмещать собственно если будете стримить ответственно будете стримить много будете стримить более-менее ярко с какими-то фичами там очень сложно не заметить новое лицо как слишком все закостенело в современной снг доте и все как-то полу монополизировано и все какой-то тухлятина и отдает а вот поэтому просто какой-то хотя бы хотя бы элементарно свежим какое-то слово она уже вызывает бум и всплеск и и вот пожалуйста просто я засветил свои щи а у нас уже пять с половиной тысяч человек сидит и смотрят ну и вроде как вроде как довольны просто надо пробовать надо пытаться делать это дело ответственно делать это дело желательно чаще больше чаще лучше и нет нет да и заметят еще раз говорю проблем нет вы просто посмотрите я посмотрел на вы посмотрите я посмотрел а я пока посмотрю так вот я посмотрел на современную снг комментаторскую сцену если отбросить все если отбросить все топ студии там не будем называть имена там понятно я думаю вы понимаете две студии есть громаднейшего масштаба то остальные стримеры но они же через одного там хромые косые горбаты кто-то картавит кто-то с не выговаривает кто-то л не произносит у кого-то там голос писклявый кто-то наоборот такое ощущение что курит бесконечно то есть по сути у них дефектов миллион вообще-то куда ни копни везде дефекты и проблема это не стало ребята комментируют и все это адекватно и все это можно слушать в принципе то возьмем ну ладно по именам пройтись взять манеру комментаторства ласта он говорит очень адекватные очень толковые вещи очень разборчиво так прям доходчиво все это объясняет но по сути если не понимать о чем он говорит его же невозможно слушать его просто невозможно слушать это сонный порошок который тебе сыпется в уши и тем не менее тем не менее ты говоришь правильные вещи ты говоришь умные вещи ты при этом проделал работу большую она ли аналитическую там тебя потрясающая карьера самого дотера конечно тебя будут слушать то есть я к чему веду если у вас какие-то там дефекты какие-то какая-то неуверенность того чтобы там подача у вас слабая или еще какая-то ерунда это не проблема если у вас дефекты речи подачи можно компенсировать любые дефекты речи тоже не проблема совершенно поэтому пробуйте старайтесь по поводу подняться там подняться поднимитесь сто процентов а что скажешь по поводу mail строма mail стром это я так понимаю артефакт но я больше конечно я понимаю что речь скорее всего идет о ума или как комментаторе да что скажем ничего не скажу нормальный парень отлично ничего не скажу я про шторм студии вообще ничего не скажу и не буду говорить пока что нормально ровно все слушаться но я не делаем тут не в обиду конечно кому-то чую собственно начал комментирует такой вопрос поднялся у меня лично что просто некого стало слушать извините конечно другие комментаторы ну как-то надоело все надоело слушать приелись голоса приелись шутки которые из матча в матч одни и те же из ситуации в ситуацию одни и те же чаты вот эти неадекватные из матча в матч одни и те же просто стало уже как-то скучно и неинтересно но тут такой вариант нечего читать напиши собственно некого слушать комментирует сижу сам себе на комментирую вроде как и поинтереснее становится смотреть матч ну вот поэтому естественно ну что у нас там уже подготовка я смотрю mvp феникс против архонов есть уже подготовка а вот по веге пока еще ничего по веге ничего дмитрий что ты думаешь о power rangers я думаю google power rangers это если не серьезно если серьезно да как-то прошло их время ушел резолюшен и там что и ничего интересного не появилось в процессе становления где-то годового полутора годового что думаешь насчет санейка тот вопрос все время с подвохом каким-то что думаешь насчет что думаешь насчет дэнс при ничего не думаю ну в хорошей команде играет пацан хорошо играет если играет в хорошей команде молодой парень раскроется будет интереснее думаю что санейка хорошая судьба впереди так что все хорошо с ним дима что думаешь об альянс альянс жалко причем искренне жалко я наблюдал за нее я вообще когда европейская квалификация на интернет началась я подумал альянс участвуют и как нави там пробиваться плане максимум что светит нави это но это борьба за wild card это вот судьба веге светит нами максимум я думал я у нави очень неприятная ситуация случилась а потом я так смотрю и как-то его альянс неприятной ситуации случилось она случилась давным давно судя по всему судя по тому в какой форме альянс подошли к квалом жалко альянс жалко но время их прошло я считаю тут в принципе им уже немало лет это во первых во вторых у них ушло светлое пятно с 4 и возвращаться не собирается с 4 все хорошо вот адмирал бульдог вернулся тоже не зашел ну все как-то не алло я думаю что время команды alliance уже закончилась куда ваши 40 тысяч подевались на официальную что куда подеваться то как мете этой относишься секеры или широки в каждой игре что может int изменить в мете как вы пишете это на транслите как это руками получается вводить да классно все мета не стоит на месте секер крутой игрок крутой пап игрок почему бы нет он интересный яркий пусть будет пусть будет все же лучше чем кто там с ума сводил меня чем нога сирена например на медлени чем плохо про 4 как можешь прокомментировать выражение team secret наследие альянс я не думаю что из 4 там рулит на самом деле да классно все хорошо но не с 4 не факт что рулил то в alliance там адмирал бульдог рулил много под него было там егем извините прям жесть как полезен был и нужен там лода был в конце концов не сказать что из 4 было есть 4 альянс была командой одного игрока одного из 4 это невозможно представить поэтому тут такой поэтому и говорит что секрет это из 4 с 4 ская команда тоже я думаю не приходится мне кажется купить там больше дел делает чем с 4 хотя позиция у него невероятно важная и нужная естественно от 4 зависит там много всего но здесь фениксы против фархонов я вижу в доте еще вега не началась дима что скажешь о матче старт я думаю что матч старт будет очередной тухлой хренью просто полнейшей ерундой для уставших игроков для оголтелых болельщиков которые не очень понимаю что происходит за меня матчи меня матчи all-stars все время просто накаляли они как-то так я не знаю секс для бедных то есть ничего интересного в них нет спортивный интерес уничтожен может пит лорда презентуют может быть не знаю тогда и есть в этом ценность причем кстати 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 я вот недавно общался с товарищами со своими вот такую мысль для себя понял сформировал посмотрите что с матчем all-stars случилось ни одного игрока из navi вообще ни одного никто не пытался даже пропихнуть этих navi весь мир перевел взгляд на совершенно другие команды на других плееров но хао хао конечно классный крутой но так сказать чтобы хао шоуменом был да не был да у них берут интервью я смотрю на китайских турнирах на каких-то матче всех звезд и стоит чувак и два слова не может связать он не шоу совсем и тут дэнди там с мимиками штуками да конечно приевшимися всем надоевшими большинству как минимум ну хоть как-то он живой на него можно смотреть почему их не взяли в матч всех звезд в частности почему дэнди меня там хвост допустим мало в этом вопросе интересует или арт-стайл тоже не шоумен дэнди шоума а почему не взяли потому что мне кажется очень сильно охладил интерес всей мировой публики к коллективу navi и вот такой вот такая вот игра неудачная последних наверное пяти шести месяцев естественно естественно все это из-за нее как давно занимаешься комментаторством раньше тебя не видел привыкай теперь будешь видеть меня впредь с комментаторством занимаюсь уже будут наверно 4 до той комментаторством занимаюсь на адекватном официальном уровне где-то там месяцев шесть дима кто лучше снг дота или дота чайна за вопрос какую роль в доте ты предпочитаешь играю очень редко но когда играю стараюсь играть на керри там меньше кнопок жать надо это фраз а во вторых я какую-то одну позицию могу для себя собственно выбрать и значит мне надо отвлекаться на переходы какие-то на другие линии на полеты там на подсейвы все ребята я керри отвалите и стоишь долбишь крипов то есть слазки там проблем нет совсем остальным много проблем а поэтому по возможности стараюсь играть на кере как только беру саппорта сразу руки просятся дна и добивать ластитить я думаю тут знают о чем я говорю нави просто поздно добавили в голосование поэтому и нет да точно просто поздно добавили какой патч нравится больше 683 или 684 я за то что за то чтобы патчи постоянно обновлялись и чтобы дота не стояла на месте поэтому мне всегда нравится последний патч независимо от того насколько он стал не алё насколько он стал неадекватным плевать абсолютно дота при этом движется при этом новые люди привлекаются к ней публика новая и не дает мозгам как-то за застопориться на одних и тех же метах на одной и той же реализации героев поэтому все время только за новую доту 684 против 683 683 687 против 86 87 сто процентов так что двигайтесь вперед я гостадим нет вега не старт вега не старт а может и старт может и старт подготовка началась ну что ребят мы кстати наконец-то наконец-то мой скилл на инвокере мой скилл на инвокере равен 0 все забили на вопросы попозже вернемся к ним мы с вами наконец-то переключаемся на матч собственно то ради чего мы все здесь и собрались будем смотреть за матчем между командой вега и коллективом цедек ну и понаблюдаем что у нас здесь по пикам что у нас в принципе вообще в каком состоянии вега подошли к началу этого грандиознейшего турнира еще раз всем огромное спасибо быть целый час задумайтесь целый час умудрились выслушать весь мой словесный поток а я целый час умудрился разговаривать без прерыва и вроде неплохо получилось все переключаемся на доту небольшая заставочка врываемся на доту спасибо всем огромное что мы с вами и увидимся через одну минуту уже на матче цедек против коллектива вегас квадрон оставайтесь с нами не забывайте подписываться на наш канал